Всем привет! И этим зимним вечером в эфире программа горячих молодежных новостей студент АУ. И я ее ведущий Алексей Мартынов. И первая новость у нас, что называется с пылу жару. На студенческом праздновании Масленицы побывала Екатерина Светлична и вернулась не только с десятком рецептов блинов, но и сюжетом о традициях проводов зимы в аграрном университете. Столы ломятся от разносолов. Студенты щеголяют в русских народных костюмах и демонстрируют знания традиционных танцев. Блинов и прочих угощений здесь не жалеют. Зимой попрощаться все уже готовы. Каждый факультет к Масленице подошел по-своему. Одни сделали акцент на веселые конкурсы, другие на оригинальные украшения столов и выступления творческих коллективов. Ну а здесь Масленицу празднуют сразу два факультета. Факультет агробиологии и земельных ресурсов и факультет экологии и ландшафтной архитектуры. Вот такие солидные стопки блинов на каждом столе. Интересно, а сколько же времени и продуктов ушло на их изготовление? Сейчас и узнаем. У нас ушло 6 килограмм муки, 103 яйца и 4 часа времени. Студентки признаются, что потраченное время, килограммы муки, десятки яиц и литры молока стоят масленичного веселья. А на электроэнергетическом факультете, несмотря на мороз, очень жарко. Готовность к встрече с весной проверяется тщательно в танцевальных баттлах и спортивных состязаниях. А командный дух можно испытать на прочность в соревнованиях по перетягиванию каната. Это первая масленица моя в университете. Все прошло на просто одном дыхании. Все веселятся, радуются. Мы играли в разные игры, в зимние забавы. Все показали свои замечательные подворья. Все сплоченные, радостные. И мне кажется, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Главный студенческий вывод прошедших гуляний прост и всем понятен. Масленицу отмечать нужно щедро, вкусно и в большой дружной компании. Продолжаем собирать нашу продуктовую корзину и добавляем к блинам овощи. О тенденциях развития овощеводства пошла речь на конференции, которая состоялась в нашем ВУЗе. Представители 130 овощеводческих предприятий Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Астраханской областей собрались навстречу. Основной вопрос – как сделать, чтобы отрасль овощеводства развивалась интенсивнее. Уже сейчас на юге страны число хозяйств и предприятий этой сферы ежегодно увеличивается. Но для дальнейшего развития необходима оптимизация затрат на производство и использование научных технологий, высокопродуктивных сортов и гибридов. Тут на помощь придут зарубежные разработки. О них рассказали представители агрокомпаний из Италии и Нидерландов. Рассчитывает Краевое правительство и на разработки ставропольских ученых. ВУЗа, который сегодня проецирует практическую жизнь, очень много теоретических разработок молодежи, в частности в данной сфере. И вообще мы рассматриваем сегодня кафедры нашего аграрного ВУЗа в селе заключения, как необходимый инструмент интенсивного развития сельхозпроизводства и наращивания производства продукции. На конференции объявили, что в Крае будет интенсивно развиваться отрасль переработки овощей, а также инфраструктура по их хранению, что в свою очередь расширит кадровый рынок для специалистов аграрных специальностей. Ну а хороший юмор насыщает не хуже сытного обеда. В этом убедились зрители полуфинала внутри ВУЗовской лиги КВН. Семь команд встретились в полуфинале. Это лига учебная, так что состав участников не изменен с фестиваля. Зато баллы, полученные в трех играх, суммируются, и уже по этому результату определяются финалисты. Раньше, если банку не возвращали деньги, он нанимал коллекторов. Представьте, библиотекари тоже начали этим пользоваться. Еще раз спрашиваю, где тургей? Давай, Герасимов, не прикидывайся, а то закончишь как... Мальчик, у которого нос картошкой чихает пюрешкой. Чувство юмора проверяли в трех конкурсах – приветствии, триатлоне и фристайле. В последнем к основному составу команды присоединились местные звезды КВН. В основном – выпускники ВУЗовской сборной «45-я параллель». Не обошлось без неожиданностей. Лидеры предыдущих игр команда «Инженеры» решила поэкспериментировать со стилем выступления и не нашла поддержки жюри. Впрочем, благодаря предыдущему успеху в финал команда все же прошла. Нужно возвращаться к концепции наших предыдущих двух игр. Это просто линейка и общение друг с другом, короткие песенки, короткие миниатюры, которые идут не сплошные, а разбавляются опять же диалогами. Вторым удивлением вечера стал триумф команды факультета социально-культурного сервиса и туризма. В предыдущих играх команда стабильно получала хорошие оценки, а теперь в финале намерена показать блестящее выступление. Конечно, какие-то есть задумки, будем еще пораньше, наверное, соберемся, потому что это очень важная для нас игра. Лично для меня очень важная игра, потому что я уже на четвертом курсе, бакалавр, уже выпускаюсь, и это будет последняя игра вот в этой лиге. Поэтому хотелось бы, ну, конечно, чтобы красиво все закончилось, победоносно и так далее. Финал лиги пройдет в конце учебного года. Подкрепившись пищей материальной и духовной, самое время отправиться на спортивные состязания. На седьмой зимней универсиаде баталии развернулись жаркие, но сборная аграрного университета их прошла достойно. На базе аграрного университета прошли зональные состязания по мини-футболу, настольному теннису и шахматам. Участие в универсиаде приняли спортсмены из трех аграрных вузов Северокавказского округа. Конкуренцию хозяевам составили команды Горского и Дагестанского аграрных университетов. В итоге в копилке Ставропольского аграрного университета золото по настольному теннису и серебро в шахматах и мини-футболе. Это хороший шанс показать себя не только на уровне университета, города, края, но также на региональном уровне. Мы играли с соперниками по Северокавказскому федеральному округу и теперь появилась возможность поучаствовать на всероссийских соревнованиях и показать себя там. Команды победителей уже в начале марта примут участие в финале седьмой зимней универсиады. Он пройдет в Москве на базе российского аграрного университета имени Тимирязева. Это была последняя новость на сегодня. До встречи через неделю. Поступайте правильно. Поступайте в аграрный университет.